Всем привет! Хочу рассказать про один свой летний проект. Вот перед вами сумка на пояс, и в ней лежит небольшой блокнот, который я сделала сама, и с которым я бегала примерно три недели, чуть побольше. И я решила, что этим летом, так как никуда не поедешь, можно поизучать Москву, и это такой повод пробежки, рисунки, чтобы попасть в какие-то места, в которых я не была или давно-давно планировала. Я использовала самые легкие материалы. Это маленькая коробочка с акварелью и ручка с водой, кисточка с водой и ручка перьевая. Поехали! Сейчас покажу, с чего начинается. Это первый день пробежка в парке Сокольники. Там есть такая тропа здоровья, и в конце меня ждал сюрприз пруд с такими лилиями. Первая пробежка меня очень вдохновила, и потом я наткнулась в интернете на список старинных фонарей в Москве. И я решила пройтись по этому списку. Вот первый фонарь на газетном переулке во дворе, и я его там рисовала. Второй фонарь должен был быть перед входом в усадьбу Найденовых, но мне туда не удалось попасть, так как была пропускная система, и я поэтому рисовала беседку снаружи из-за забора. Потом мне пришла идея побегать прямо на настоящем стадионе в Таганском парке, и вокруг этого стадиона сохранилась такая стена монастыря, к которой приделаны такие барельефы с физкультурниками. Следующий разворот – это два храма – Малое Вознесение и Большое Вознесение. Сначала нарисовала Малое, а потом я подумала, ладно, ну, у меня не было другой идеи, нарисую Большое Вознесение, и пока рисовала, звучал очень красивый колокольный звон. А в этот день, я помню, что я прочитала в интернете, что наконец-то доделали реконструкцию дома Наркомфина, я решила, что надо обязательно нарисовать вот так вот по всему развороту, но в этот день пошел дождь, и единственное место, которое я нашла под козырьком, было вот с такого ракурса. На следующий день мне нужно было пойти в печатный салон на Фрунзенской, и рядом в парке Трубецких, там есть такое место, где живут птицы, я нарисовала серебряного фазана. Я очень давно хотела побегать около Новодевичьего монастыря, но мне все как-то было лень, и вот в рамках этого проекта я подумала, это будет красиво нарисовать Новодевичий монастырь. Мне очень понравилось там бегать, с тех пор я больше там не бегала, но вот рисунок остался. И на следующий день я решила, ладно, пускай на этом развороте будет еще один монастырь, и это Зачатевский монастырь и Надратная церковь. Следующий разворот – это Школьная улица, я на ней никогда не была, но тоже подумала, что ради этого рисования и ради пробежки это отличная идея туда пойти. Во время следующей пробежки я увидела льва на крыше и подумала, что можно его нарисовать, тем более, что было очень солнечно, и он таким красивым силуэтом стоял на крыше. На следующий день я решила, что надо второго льва нарисовать к этому льву, и должен был быть, я не помню, какой лев, но этот лев появился в моем блокноте, потому что у меня изменились планы, и нужно было пойти на Тверской улице, там, в один магазин. Я придумала такой маршрут, что это будет лев около английского клуба. Этот день я тоже помню, что была очень плохая погода, и я даже думала, что, может быть, не надо никуда идти, и так как плохая погода, просто все перенести. Но я решила, ладно, я просто порисую в метро, даже если будет дождь. У меня хотя бы один рисунок будет. Потом я побежала в парк Филевский, там было очень классно, и я села на берегу, и как же не нарисовать такой вид с катерами полиции, и передо мной еще поставил рыбак свой велосипед с надписью «Конгресс психологов в Одинбурге» в 2006 году. Коломенское я собиралась очень давно, мне казалось, что это так далеко и так много времени займет, оказалось, что все гораздо проще, и это была очень классная пробежка, одна из лучших. И в конце тоже пошел дождь, но там очень классно бегать. Этот дом недалеко, он входит в несколько домов, в список нескольких домов, где есть восстановленные старинные вывески. Я очень давно его тоже хотела нарисовать. На самом деле, вот эта надпись, она не такая огромная, но вот она у меня так получилась, я решила оставить. Ладно. Сейчас в этом доме почта, и как раз вывеска почты здесь не поместилась. Еще один старинный дом, недалеко от Пречистинки, и фонари около, вернее, не около, перед входом в особняк Морозовый, архитектор Шехтель. Это тоже из списка старинных фонарей, и сам весь особняк на реконструкции, а фонари стояли открыты. Сейчас я, кстати, недавно проходила мимо, там их тоже убрали, видимо, как-то восстанавливают, не знаю. Мы уже приближаемся к концу блокнота. Вот этот вход в доходный дом Микини на Армянском переулке я не собиралась рисовать, я собиралась найти еще один старинный фонарь, но оказалось, что после ремонта дома он исчез. Были такие фонари на... не вертикальные, а с креплением настенные. Вот. И их, к сожалению, не было. Я нарисовала такой вот вход. И на следующий день я нарисовала около дома Нирнзе, вот этот вот вход, вход в Гитис, и рядом тоже старинный фонарь, который перенесли на эту улицу. Там он раньше не был, но его туда перенесли. И последняя страница, разворот, Пушкинская площадь. Здесь тоже вот старинные фонари вокруг памятника Пушкина. Очень интересная история, что пока я рисовала, я стала читать про этот дом, и оказалось, что это называется дом под юбкой, потому что наверху этой беседки стояла скульптура балерины, и вот здесь вот Пушкин стоял вот здесь вот, и весь дом назывался дом под юбкой, потому что наверху стояла эта скульптура. Потом она начала немножко разрушаться, и ее убрали, чтобы она никого не свалилась. Вот такой блокнот. Спасибо, что досмотрели до конца. Я забыла сказать, что сейчас я покажу несколько слайдов, которые фотографии я делала во время пробежек, где вы сможете увидеть материалы, которыми я рисовала. Если какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Спасибо. Также более развернутую версию с более подробным текстом, где что можно найти из этих мест, можете прочитать у меня в блоге. Ссылка будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok